Весна в Армении Горный вулканический рельеф нередко украшают скалы причудливой формы, как стражи они охраняют эти дикие места. В скалах видны темные входы пещер. Когда-то великаны обитали в подземных жилищах. Вода оставляет заметные следы в течение времени. Водные потоки прорезали глубокие ущелья. Образовались озера и водопады. Растения — мимолетные следы во времени. Их жизнь быстротечна. В этот мир пришел человек. Существо недолговечное. Но следы обитания народа, который живет на этой земле уже давно, можно встретить повсюду. Историю Армении можно проследить в памятниках, созданных за многие века. В горах обнаружены следы древнего мегалитического комплекса. Сотни больших базальтовых камней с круглыми отверстиями. Монументу почти семь с половиной тысяч лет. Может быть, это древняя обсерватория? Хранят загадки камни. Через них, как и раньше, можно наблюдать за небом и горами. Всюду следы прошедших тысячелетий. Разрушенные дольмены, жилища и погребения. Многотонные плиты отражают силу людей, для которых камень был основным строительным материалом. Со временем появились сложные архитектурные сооружения. Молчаливо стоят крепости, вспоминая свое легендарное прошлое. Высоко в горах находилось укрепление, окруженное глубокими ущельями. В средние века это был опорный пункт армянских царей. На возвышении многоэтажный замок из базальтовых блоков. Сейчас кругом лишь развалины, следы вражеских нашествий. Крепостные стены нередко являлись продолжением отвесных скал. Цитадель даже в разрушенном виде выглядит величественно. Здесь как будто слышны голоса и шум битвы с войском Тамерлана. Культовые памятники, словно застывшие в камне время. Христианство, как государственная религия, была введена в Армении уже в начале 4 века. С тех пор повсюду возводятся монастыри и храмы. С давних пор человек обживал пещеры. Сейчас они темными глазницами напоминают о некогда многолюдных поселениях. Проследуем внутрь и сквозь время почувствуем дух армянского гостеприимства. Камни в руках мастера превращаются в произведения искусства. Люди верят, что душа народа воплотилась в хачкары. Крест камни молчаливые свидетели жизни армянского народа. Они из века в век охраняют поселения и святыни. Оттенки камня поражают разнообразием. Горы и скалы, храмы и крепости, памятники и хачкары неповторимы в своих расцветках. Солнце и дождь изменяют их цветовой колорит. Следы времени камень, вода и цветы создают удивительное сплетение древности и современности. Мы вернулись в Ереван. Нас встретила восстановленная из руин крепость государства Урарту. История древнего города связана с могучей цитаделью. Весна по-своему украшает это место. Вечером окрасились фонтаны в центре города. Водные струи ожили под музыку великих армянских композиторов. Мы заканчиваем весеннее путешествие в Армении. Сквозь камни к небу после дней зимы пробьются все равно цветы весенние. Вот так однажды соберемся мы к тебе со всех концов земли, Армения. Украшает aven которые в Sicher captive не уничтожены. Как, во-первых, что есть то, Продолжение следует...